Каждый спектакль, о котором мы рассказываем в проекте «Культурный блок», заслуживает определение уникальной. И этот случай не исключение. Сегодня мы говорим о невероятно сложной и творческой, и технической постановке Анны Каренина в Челябинском Камерном. Иногда нам всем хочется побывать в причудливом мире. Увлекательные события для маленьких и больших мечтателей ищите в приложении «Культура и искусство Южного Урала». Приложение «Окно». Культурных событий много. Ну все как бы необычно, да? Я не знаю, мне самому интересно, что будет. Это спектакль очень громкий. Я не знаю, как это будет. Главное, что им нравится. Сцены супружеской жизни, где каждый несчастен по-своему, разыграют в Челябинском Камерном. Театр, да, это когда все все знают и приходят смотреть, как мы это делаем. То есть для каждого поколения Анна Каренина своя, и для каждого поколения она соответствует идеалу красоты, особо порочной красоты. Это я говорю примерным текстом из спектакля. И такую же идею мы закладываем. Роман инсценировать вообще сложно же, правильно? Как его переводить на сцену? Роман. Ну, мне нравится клим драматург. И у него получилось очень интересно. Ну все как бы необычно, да? Если мы посмотрим, здесь вот стен нет. Опять же, с другой стороны, вот старинные чемоданы, мебель, да, в том же духе и костюмы. Сейчас мы еще вот смотрим, что-то там отпадает, само собой. Вот это вот соединение некого пространства с чем-то реальным. Я правда не знаю, как это будет. Работа идет. Анна Каренина в Камерном – это три часа настоящих страстей. Зрителя ждут душераздирающие монологи и драматическая музыка. Лечение и служение теперь. Зачем дети, муж? Я стараюсь, ужав, на то, что душа моя, вдруг душа моя перевернулась. И вместо любви и нежности у меня к нему во мне там. Нет, я помню близей. Я все в мире сделала бы и сделала бы, чтобы спасти их. Но это инстинкт. А я? Где я? Я много передумала за эти дни, но я не знаю, сама не знаю, чем я спасу их. Тем ли, что везу от развратного отца или тем, что останется с ним. Но что, знаешь, я думала, тем все страшнее мне становиться от того и себя. Спектакль очень громкий, можно сказать. Он очень на надрыве, это постоянная борьба с собой. Очень много текста, поэтому будем терпеть там, как получится. Тяжело по-разному, да, говорить, но, да, тяжело. Я думаю, всем тяжело. Для актеров это такой хороший шаг вперед, тренинг в том числе. Я очень счастлива, что меня взяли на эту роль. Все же хотят сыграть Воронского. Для меня это большой опыт, для меня это первая главная роль. Я скажу так, что основная сюжетная линия идет это Анны Карениной. То есть все, что происходит с Анной, мы все это показываем, кроме, наверное, таких маленьких каких-то сцен. Например, бал. Да, вот как описывают бал, что она танцует с Воронским и так далее. Вот этого нет. Но об остальном, наверное, я думаю, зритель узнает сам, когда придет. Но скажу так, основная линия это линия Анны Карениной. Видит мужчину, он ей нравится, но он нравится в этом его мире, где его любовница, его друзья, да. Хочется спросить, да. Я говорю, хочу, чтобы он на мне женился. Ну, тогда тебе нужно будет полюбить его любовницу, его друзей. А женщина берет и говорит, вырывает его из этого мира, где он ей нравился, вытаскивает его оттуда, друзей посылает нафиг, всех разгоняет, а потом ему говорит, что-то ты, брат, изменился. Конечно, он изменился, потому что он нравился тебе там. Это целый мир. Ты готова любить его мир? Люди, они остаются людьми же. В любом времени, в Толстовском, в этом или в следующем. И важно это, наверное, это и рассматриваем. Над этим трудимся. А можно громче? Так, первый раз мы работали два года назад. Я скажу так, это прекрасный человек. Он ничего не требует. Он выпускает актера на сцену и дает ему самому найти себя. Иногда что-то изредка поправляя, направляя. То есть он относится к актерскому, можно сказать, организму очень бережно. Регулирует, исходя из того, что он видит. Мы же не видим. Мы внутри. Видит общую картинку режиссер, поэтому, конечно, он нас где-то подвинчивает. Мы как механизм, над которым он работает, как увлеченный мастер со своими инструментами. Это же не Толстой написал, это его гений написал. Но с ним же тоже стали происходить метаморфозы. Потому что он хотел сначала написать панфлет на женщину. Она же, Анна Каренина в первом варианте, есть же несколько вариантов. В смысле, рассказы его сначала. Она же была кореностая, толстая, ну, такое все. А по мере того, как он ее начинал узнавать, он, как бы, я так думаю, что он сам в нее влюбился и сделал ее красивой. Я свою роль, например, когда читала, тоже представляла намного мягче. Я думала, что это более мягкая женщина, она более чувственная, такая живущая в мире страстей. Но нет. Это женщина, которая смотрит вперед. Она совершает этот поступок не потому, что она слаба, а потому, что она сильнее других. Ну, влюбилась она. Это же прекрасно, когда человек влюбляет. Человек должен влюбляться. Ну, имеется в виду, что это бы прошло. Если бы, знаете, говорит, как там... Если бы не приревновал, ничего бы не было. Знаете, говорит, хочет, чтобы было, запрети. Ну, не знаю. Но это надо увидеть. Кто виноват, кто прав, решать будут. Решать зрителям правильно. Там даже есть такие слова. Решает зритель. Решает зритель. Он видит только, что происходит. А каждый, конечно же, отстаивает свою правду. И в любом конфликте. Мама везет меня на баллах. А мне кажется, она только затем везет меня, чтобы поскорее выдать замуж и избавиться от меня. Я знаю, что это неправда. Но не могу отогнать этих мыслей. Женихов так называемых я видеть не могу. Мне кажется, они с меня мерку снимают. Для меня, конечно, было открытием. Это роль Китти. Когда я читала роман и когда мы разбирали его в институте, мне казалось, что Китти никогда не зла на Анну. Она только испытывает негативные чувства после балла к Воронскому. Но здесь по-другому настроен конфликт. То есть есть какие-то такие нестыковки между этими двумя женщинами. Ну, конечно, это же все с Китти стороны идет. В отличие от романа и кино, как достать действие из романа? Это же роман. Все, что персонаж думает и чувствует, да? Все, что персонаж думает, он на сцене говорит. Нужно для того, чтобы перевести роман на рельсы драматургии, все нужно поменять местами. И то, что они играют, то, что она не как она, не как кино. А то, что она чувствует, то чувство героини, это играется открытым. Нет, не все легко. Над всем нужно работать. Талант приобретается трудом, так ведь? Так хочется плакать. Так не хотелось уезжать из Петербурга, а теперь отсюда. Оставайся. Нет, нет, надо ехать. Завтра буду в Москве. О, Боже, что я говорю? Что я говорю? В Петербурге. По словам уже телеграмму выезжаю. В каждом театре Анна Каренина своя, для каждого поколения она своя, для каждого человека отдельно взятого она своя. Я думаю, что это больше вне времени идет, потому что история, она пронизывает все временное пространство. Борьба за спектакль начинается после его выпуска. Ну, моя задача научить актеров за него бороться. Чтобы оно не разумно, в смысле, ну, это как бы вживаемость на подводной лодке. Они должны знать все форс-мажоры и все слуну. Знаете, говорит, как нужно играть? Говорит, по правилам. Как договорились? То есть, как договорились? Говорит, не знаешь, как играть? Играй быстро, не компостируй мозги зрителю. Мы стремимся к победе, но иногда не все идет по плану. Ищем новых себя или пытаемся принять причудливыми других. Иногда это бывает непросто. И в череде будней мы чувствуем, что нам очень нужен антрак. В приложении «Культура и искусство Южного Урала» вы найдете современные и классические спектакли, вдохновляющие выставки и музеи, масштабные фестивали и ярмарки, увлекательные мероприятия для детей всех возрастов, концерты, балетные и оперные постановки. Ищите интересное, ищите свое в приложении «Культура и искусство Южного Урала». Приложение «Одно». Культурных событий много.